Здравствуйте, дорогие друзья! Наш концерт посвящен созиданию и творчеству. Это спасение во все времена. Концерт — наша благодарная память об удивительных людях, взрослых и юных, судьбу которых переписала война. Свердловск в год Великой войны был городом-заводом, городом-госпиталем. В нем жили и творили ученые, работали композиторы, писатели, артисты. Это был тыл, ставший фронтом для тысячи взрослых и детей, приблизивших нашу победу. И не случайно Евгений Евтушенко назвал Свердловск Сталинградом нашего тыла. Сорок трудный год. Омский госпиталь, коридоры сухие и марки. Шепчет старая нянечка. Господи, до чего же артисты маленькие? Мы шагаем палатами длинными. Мы почти растворяемся в них. С балалайками, с мандолинами и с большими пачками книг. Что в программе? В программе чтения. Пара песен военных, правильных. Мы в палату тяжелораненных входим с трепетом и почтением. Мы вошли. Мы стоим в молчании. Вдруг срывающимся фальцетом абрикосов Гришко отчаянно объявляет начало концерта. А за ним не вполне совершенно, но вовсю запевали внимание. О народной поем, о священной. Так, как мы ее понимаем. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война Советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В 1941 году ученые Свердловска изобрели лекарства, спасшие всю страну от эпидемий. Известный хирург Аркадий Лицкий в 1943 году провел первую на Урале операцию на сердце, удалив из него осколок. Молодой нейрохирург Елизавета Дубинина сделала в войну более 10 тысяч операций. Во время войны в Свердловской области работало 160 госпиталей, ворчи которых вернули в строй больше 20 дивизий. И сегодня, как 80 лет назад, на передовой люди в белых халатах. На счету наших медиков сотни тысяч спасенных жизней. Героям прошлого и настоящего стоя аплодируем мы, дети 21 века. Поет младшая группа джаз-хора. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Видели в Зеленой роще разрушенную больницу. А в войну там была единственная в стране станция переливания крови, где выпускали уникальные лекарства. Многие мальчишки и девчонки приписывали себе года, чтобы им разрешили стать донором. Каждый хотел быть полезным в своей стране, сражавшийся с беспощадным врагом. Свердловщане сдали более 85 тонн крови, которую отправляли во все госпитали фронта и тыла, спасая и пехотинцев, и летчиков, и моряков. Им посвящает свой танец «Морская душа», ансамбль танца «Улыбка». «Морская душа» 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 АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, в 1942 году в Стреловске выступал уже тогда знаменитый ансамбль танца Игоря Моисеева. И, конечно же, исполнил морской танец «Яблочко». Здорово! А знаете, что в орбите и Свердловске пережили войну сокровища Эрмитажа? Из Ленинграда прибыли тысячи огромных ящиков с бесценными произведениями искусства. А 14 августа 1943 года в здании детской филармонии, тогда это был дом крестьянина, состоялась первая на Урале Эрмитажная выставка. Она называлась «Военная доблесть русского народа». Увидеть портреты своих героев 1812 года, гравюры, оружие, парадный мундир Суворова пришли тысячи свердловчан. В 70-е годы свердловский композитор Вадим Биберган написал арию. Услышав ее, блокадники Ленинграда стали считать ее своим гимном. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА